Это вот этот график, где-то все написано в таком, немножко обрактном духе, или да, вместо увеличения, уменьшения там и так далее. Это вся эта история, вот она практически, практически каждый день с подобными вещами, вот на уровне, там где увеличение, реальное уменьшение и так далее. В общем, в разных ситуациях, вот я вам сейчас одну, вчера еще расскажу ситуацию. В общем, это каждый день происходит, но немножко в разных, в разных таких вот вариантах. Вот вчера мне звонит мой еще школьный, ну, университетский предприятие, он был в Грифрэме, работает, и на кафедре физической физики, ну, у ПИ бывшего, да, ФИСТЕК, вот. Он там кулирует всех совместителей физической физики металлов, ну, прежде всего, туда, которые работают на ФИСТЕК. Вот он мне вчера звонит и говорит, что, значит, у них сокращение по кафедре 12 человек. А вот, и он спрашивал меня, а что, у вас тоже так же сокращение? Я говорю, нет, у нас одна лишняя ставка, нас каждый год грозят на одну лишнюю ставку сократить. Ну, это уже грозят лет так, ну, пока я заведующий уже, лет 12-20 грозят, и так не сократили. Более того, раньше было две лишнюю, сейчас уже одна оказалась, я так думаю, за тихонечку на каждую половину. Но каждый раз грозят, когда заградить? Я обязательно, мы ведем работу, мы уже выполнил, который мы ведем эту работу. Ну, правда, я вчера только-только вот у нас я рассказывал, один преподаватель Проскурин в Японию вчера улетел, вот, а нам его ставку как-то нельзя же терять, мы же его отправили на время только. А мне первое, что сказали, у тебя же лишняя ставка, все, вот Проскурин улетает, мы ставку его сокращаем, и все. Я говорю, а он же как-то, он же как диклетнот выезжает, да, он писал, диклетнот, пускай человек ушел, а раз ставку сократили, а куда же он вернется? Ну, вот он вернется, там будет думать. Ну, это же нехорошо, просто, как-то, фактически мы его гоняем просто. И вот, в конце концов, я убедил, и вчера, где-то после обеда, все-таки там, с перекраселся, мне подписали бумажки. А вот вечер мне звонит приятель, купить такое сокращение, мощное. То есть, это фактически означает, что, если оно будет реализовано, это означает, что все совместители, это больше десятка спецкурсов, которые ПДК-федрич считают совместителем, у них на физтехе. Ну, все, что они будут делать, я вообще не знаю. Вот такая, это вот вчерашняя эта история тоже. Дело в том, что, когда нас объединяли, и вот я помню прекрасный актовый зал, у нас, как Широк выступает, он показывает там слайды с перспективами развития федерального университета. И один слайд, касался как раз числа преподавателей, там предполагалось, предлагал, вот в этом слайде, ну, это план, не то, что предполагалось, так вот будет. К 13-15 году увеличить число преподавателей в полтора-два раза. Я так сидел, слушал, думаю, что это где же я не иду столько преподавателей, это же не просто взять кого-нибудь там, как говорится, на ставку, на деньги, на что человек подготовленный был и так далее. И вот так сижу, задумавшись. Потом, правда, так немножко встрепенулся, ну, подумал, что это же все равно так ля-ля просто. И в конце концов я не выдержал. И там еще всякие перспективы. В 2018 году мы должны были в рейтинг войти стал лучшим университетом мира, в нашем области. Кстати, и бывали они все. И есть, это не голословное утверждение, это вот все планы, блин. В конце концов я не выдержал и задал вопрос как Широк. Я говорю, а как же его, Виктор Бакуриевич? Я говорю, вы сами доверите в то, что вы говорите? Я только когда вернулся к залу, там все 500 преподавателей, я говорю, вот я здесь не вижу ни одного, кто бы в это верил, кроме вас. Он говорит, если бы я не верил, я бы не взялся за это. Он так еще его запущал. Премьер-министр лучше. Вот это вот ситуация такая. Вот он так верит, что тогда бы не взялся. Вот я сейчас думаю, прошло уже почти два года со временем объединения, вот ему бы эти слова как-то так вот напомнить. Ну, я думаю, что он такой человек из... Он таких, знаете, бывают вот такие десантники, парашютисты. Знаете, кто такой парашютист? Это вот человека забросили. Ну, и как только стало горячо, он надо раз в другое место. Ну, сами иногда не то, что перебрасывать, а это перебрасывать. Вот. То есть, ничей такой. То есть, как только где-то будет жареным парнем, такие люди обычно сразу линяют. Ну, если сильно жареным, они обычно куда-то, так грубо говоря, слиняют, ну, во Францию, скажем, как министерство хозяйства. Дамочка у нас такая симпатичная была. Кстати, наши, из наших куральских. У них там еще замок во Франции, какой-то хороший. Ну, вот она там сейчас живет, и все. Ей все эти проблемы, ей говорят, там 50 миллиардов, министерств не досчитались. Вот. Она говорит, считать плохо, умеете. Загрязается, и все. Вот так и, я думаю, что, как же ровная ситуация будет. Это вот вчерашняя среда, а во вторник тоже хороший вариант. Тоже, между прочим, вот как по этой книжке. Там, правда, есть такие выражения, это буквы типа «уплёнки», там, ну, это уж лишний, как-то, ну. Уроды лучше, так. Уроды есть. Причем, уроды не только, дело в том, что вот это объединение, оно изуродовало, не только «упи», а не только «упи», и до того, там сильный уродовать не надо было. Но и наших тоже изуродовало. Вот представьте себе, в бане рейтинговую систему, вот так, кто активно вводит. Вот вчера, позавчера, в том, получаем мейл, мейл, 3 часа 5 минут, 3 часа 5 минут, мейл получаю. Вот, замдиректора Еген по учебной работе, бывший декан биофак. Так, по кредам. Черт, отмотал быся на биофаке. Мейл, такого содержания. Во вторник, в 15.00, аудитории, в 432-й, состоится собрание по, значит, такое, по инструктажа, по применению баннер-эйтинговой системы. Вы поняли, да? В 3.05? Так, мейл. Где сказано, что в 3 часа состоится собрание. Хорошо, так. Ну, у нас, конечно, никто не пошел, потому что те, кто должен идти у всех занять в этот момент, так. Ну, это не УФУ, это наше, уже. Это вот свое доброщенное с биофака, правда, так. А, знаете, еще почему? Потому что в физике, ну, мы же с биофаком как-то так вот, не сильно общались всегда. Ну, то, что касается тут учения, там, вопросов. Ну, так, ходишь в миру биофака, даже у меня там приятели какие-то есть там все. Там, да, да, о чем поговорить. А тут у нас, когда объединили, то оказалось, что для учебной работы у нас теперь руководит декан биофака. Ну, можете представить, биофак и физфак. Ну, они немножко разные факультеты. Биофак – это убитый факультет, вот он годами его убивали, его убили. Почему? Потому что еще со времен, ну, там, 40-х, 50-х годов, когда была там борьба с, вначале, против, там, генетики, кибернетики, вот, и так далее. А у физиков тоже такая борьба была. Ну, то есть, скажем, вот я помню, книжка есть «Механика», «Стрелков» автор «Механика». Ну, про нее, по-моему, про нее. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Про нее статья там, типа, в правде, что вот человек, в общем-то, ну, как-то неправильно понимает роль в советской, в наутке, там, российской, ну, потому что там очень много ссылок на, на всяких ученых, Ньютон, там, в разном, писать себе, там, Эйнштейн, ну, вместо Ломоносова. Вот физиков чаще всего, как раз, вот, напилин по этому, потому что мы все время ссылались на Эйнштейна, Ньютона, там, Шердингера, насчет Гайзенберга, вот, и когда все эти ссылки попадали на глаза кому-нибудь из, ну, из военных, ну, а наш первый отдел отделка, она всегда составилась военным. Вот они как-то смотрели, я тут, а реферату диссертации кандидатской, я ее здесь защищал, ну, и надо было через первый отдел получить там виду, что там, ну, ничего такого там, секретов никаких не выдают. И вот, помню, начальник первого отдела, полковник, вот, вот так, понимаете, смотрит. А у меня там ссылки в автореферате. И как смотрит, так хмурится, хмурится, там, ссылки все иностранные, по-близски еще там, где-то, вот. А потом, смотрите, так, я начал улыбаться, так одобрительно, потому что раз, он, он, ванцовский, по-русски, книжка, ванцовский. Вот так сразу улыбался, ручку взял и подписался. Он был типичный ситуации. Поприцать в себе, когда она побудеет, вот такие люди собираются в сел, которых уже за многие годы научили. А теперь они на нас выпали. Но мы от них уже ушли вперед. Ну, я не знаю, там, на поколение просто. И когда я на ученом совете сижу и слушаю в домах с биофаком, вот она, декан, биофаком. Но у нас никогда на наших собраниях, такими туризмами, какими-то глупостями, благоглупостями не говорили им никогда. А сейчас, вот, оказывается, мы должны все это слушать. Прям глупости какие-то, так. Поэтому я, вот, когда прочитал то, что написано в этой тетрадке, это так созвучно вот настроением сегодняшней нашей. Мне такое впечатление, что... Ведь самое плохое, понимаете, что вот сейчас опять... Это, значит, довольно-таки это все рухнет, конечно, вот это все. Уфу, там, прочее все. Вот, потому что со временем мы, конечно, ни в какие рейтинги не попадем. Ну, как, ну, вы можете в рейтинг попасть, например, вот такой, как у Крылова такой, значит, по воске, да, там... Там был гусь, братья шуток. А не гуся веки был. Вот, ну, нет, берите. Тут настолько гуся, что гусь-свинья и... Там тоже, наверняка, что не поднимут от счета. Но они тоже в разных сторонах, вот так вот, пруд. Вот. И, в конце концов, хозяин так посмотрит, посмотришь, это от вас слов все равно никакого нету, да? Вот. И, потому что пусть и всех. Ну, это будет обидно. Ну, и даже не со словом обидно, потому что... Это... Это скрофа, на самом деле. И... Не знаю. Дело в том, что денег, ясно, как только вот мне чуть-чуть упадет, так, все деньги тут же в зависит. И нас начнут сокращать не только УПИ. Дело в том, что УПИ раздуто... У них вот в этом году должны в целом сократить 200 ставок по РФУ. 200 ставок по РФУ преподавательски. УФУ. Из них большая часть, ну, про ГОГО, говорит, 200, это по... Не по мирустету нашего, а КОУПИ. Вот. А, при этом они же раздули колоссально, вот и даже не знаете этого. Вот возьмите сейчас справочник, скажем, телефонный УФУ. Там, я вот смотрел справочник недавно. Там еще ищешь, ищешь, там не какую-то информацию каких-то преподавать, там каких-то кафедр. Там одни управления не идут, там идет реактор. Наш помощник реактора. Наш список 10 человек, советники реактора. Вот. Потом идет проектор. Первый. Это бывший ректор УПИ. Вот у него такая же там, вертикалька такая. Значит, идет первый проектор Бомрох. Тоже вертикалька такая. Вот. Потом по проекторам учебные работы, там ночью то, что к вертикали. Там идут отделы, там. Вот. Здесь хороший отдел на сперцию. Мы с ними уже общались. У сперции это там бывшие полковники всегда. Вот к нам приходил на капитал полковник с хорошим таким, с хорошей такой фамилией Кот. Как это, как Кэт? Только Кот. Да, Кэт. Кэт это. Ну, Кэт это не по-английски, только у него такой русский вариант просто Кот. И он к нам приходил чего? Вот он берет, а нас документы. Вот я вам рассказывал. Вот. Вот он у нас обнаружил, что мы, оказывается, курсовые работы, например, храним. Еще когда он узнал, что мы храним их с тех еще 50-х годов даже. Он еще был убит просто. Я говорю, как? Что? Потом он берет так, лезет себе в портфель, у него там какие-то вот такие инструктивные письма, какие-то вот бумаги такие, приказы, инструкции, указания. Там много-много. Прямо целый портфель. Вот какую-то крючку вытаскивает, он открывает, мне показывает, там написано. Акт по уничтожению курсовых, ну, в словах, как диплом. Может, и то, и то, и то, и то, и то, и то. Работы. Уничтожать вы их должны через год. Каждый год. Почему? Каждый год. То есть это означает, каждый год вы должны уничтожать. А. В этом году за тот год. Значит, до будущего год, за этот год и за этот год. Да, я думала, опять третий пронеслась. Уничтожать должны. Так это надо сразу после защиты костер разводить и защитился и сразу. Мы так и сказали. Все. Господин полковник, все. Устраиваем его входы. Ума мужа, да? Вот. Только вы приходите, чтобы... Вот. Вот. Мы вас сфотографируем. С какой-нибудь курсовой бы навещейся. Ну ведь они шуток-то не понимают. Ничего. Вот ведь. Полковники. Давай. Можно вместо них написать? Познакаешься. И я не знаю. Мы, конечно, посмеялись. Я бы так сказал. Мы покатались вообще. От Хохотиной кафедры. Вот. Потом, когда с нами еще математики поделились такой же информацией. Потому что КТ, эти обнаружили у них, значит, какие-то странные курсы с названием «Некорректная задача». Вот они же уже, ну, тоже слышали в образовании полковник. Зачем изучать «Некорректная задача»? Ты же, что ты хочешь? Некорректную задачу выявить. Вообще думать, о чем вы говорите. Мы сделали замечание. Так же, как раньше у физиков было «Малопроводники». Вот. Так же, когда «Малопроводники давно пора уже перейти до «Проводники». Так, идем дальше. Значит, мы с вами сейчас рассмотрим несколько задач, опять же, прикладных таких задач на резонанс. На резонанс. Это электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный и ядерный квадропольный резонанс. Ну, во-первых, начнем с электронного парамагнитного резонанса. Небольшую задачу решим. Мы, в общем, так иначе даже рассматривали эту задачку. Вот. А потом посмотрим задачки на ядерный квадропольный и ядерный магнитный резонанс. наша задачка в чем будет состоять вот скажем вы берете ядро какой-нибудь ну какой-нибудь не знаю в тортах 19 и сторон 17 железо 57 и так далее описать спектра скажем я думаю резонанса для этого ядра общественного резонанса то есть это что значит и писать спектр может быть даже в буквальном смысле нарисовать как он будет выглядеть по крайней мере решает такие задачки вы должны привести к некий опыт который был вас не пугал когда вам приходится сталкиваться скажу на практике где-то как-то вот с подобного рода задачками и вопросами магнитную оптическую радиоскопическую химическую тогда эти методики используются везде вот о чем сыпь а начнем с типичного спектра верить типичного габельтониана но в рп ровщики они пачки они обычно говорят спинга мельтониана спинга мельтониана как выглядит этот спинга мельтониан ну конечно во многом все зависит от того какова величина спины самые простые спинга мельтонианы это для спина 1 2 дело в том что спина 1 2 и так называют квантовый спин квантовый спин для него габельтониан пэрный состоит всего лишь только в зеймановском слагаемом то есть я просто должен написать спиновый габельтониан следующему это х спиновая равняется уж мы этот спин ну с ним связано магнитный момент в чем как магнитный момент в общем случае выражается магнитный момент равняется же пенза здесь очень важно и и сама терминология же пенза на спин же пенза на спин но иногда из же тензора чтобы сделать его безразмерным и безразмерном спине вытаскивать магнитон бора то есть тогда это соотношение в чекере так надо было бы записать же так магнитон бора дальше же пенза на спин чаще всего именно так почему потому что в этом случае же пенза это безразмерный ну и тогда как выглядит взаимодействие комментарий взаимодействие этого спина однородный момент ну как правило на практике рассматривать случай однородного поле но хотя новые догадывает что реально п смотрит как вот у вас нет оплатки магнита туда между оплатками помещайте образец ну как правило вас это маленькие реально оплатки достаточно большие и поэтому поле в пределах образца можно считать однородным и так это будет выглядеть так минус магнитный момент на поле минус магнитный момент на поле или если туда подставить выражение магнитный момент и через же пенсор это будет так выглядит минус магнитон бора и вот смотрите как записывают дальше эту сверку а аж же пенсор на с кстати иногда тензор второго ранга здесь видите тензор который связывает два вектора тензор второго ранга значит иногда его обозначает так вот без крышки а сверху так пишет такой обоюдо острую стрелку это как раз обозначение тензора второго ранга ну видите он как бы 22 вектора тут прямо четко видишь он два вектора видения связаны вот поэтому здесь можно вот так вот нарисовать вот такую вот зачет все же газа но в компонентах компонентах это как выглядит минус магнитон бора дальше сумма ну скажем и идет дальше же ее дальше аж и на сью с оператор вот самый простой гамильтониан спин гамильтониан для электронов магнитном поле ну что магнитно поле происходит со спином официально момент и я картиночку могу сразу нарисовать вот у вас был двукратный вырежденный уровень без поля включая поле чем поле а отлично от нуля да у меня происходит расщепление чем расщепление произведут на два равно отстоящий по центру уровня то есть санта тяжести при этом магнитно поле санта тяжести не смещается вот такого типа вы получите картинку ну что собственно и брд называется это эффект резонансового поглощения энергии при переходе вот между этими двумя займановскими подуровнями займановскими подуровнями и задача конечно в чем состоит ну во-первых померить вот это вот займановское расщепление а что-то что-то дает дает вообще говоря информацию о кроме того на самом-то деле эпер широко используется еще для чего для того чтобы идентифицировать те или иные парамагнитные и парамагнитные и парамагнитные экзонации и выручая говорят методика очень чувствительная концентрации парамагнитных и онов и иногда позволяет очень-очень малой концентрации зафиксировать вот и тем самым методика широко используется в химии биологии в общем медицине кстати я помню вам уже рассказал что с помощью тяжелого металла метки зуба плюсами магнита и шевелясь сильно можно мерить тяжелый металл значит говорить ну если вот или снова уральская там тяжелых металлов больше чем у нас правда тоже не хватает ну скажешь мне и твамбан лучше куда лучше куда не ходи вот эти просто посмотрим еще какую информацию может давать вот самого простейшем случае для этого я рассмотрю так называемых точек говорят угловую зависимость представьте себе у вас есть магнит да магнитное поле как-то сориентировано потом берете образец и как-то его поворачиваете всячески там как-то поворачивать и значит и подобраться один образец у вас неподвижный а вы поворачивать магнитное поле это сложно с большим магнитом сделать это лучше поворачивать чаще вращают дело в том что у вас есть какие-то видите при джеке залега у вас есть какие-то особые направления связанные с главными осями этого с главными осями это вот это ну ясно что когда вы поле направлении поле меняете относительно эти главных осей то вообще говоря вот это живо нас к расщеплению будет карты менять поэтому измеряя зависимость расщепления то есть фактически зависимость частоты от ориентации вы можете на самом-то деле эти главные оси определить и не только главную оси еще и главное значение как-то ориентированных кристалле так главная оси ну все и дальше на что главный косяк главной оси как-то ориентированных кристалле так главные оси как-то связаны ну как они связаны с чем они сердце конечно симметрии стал более того легко догадаться что если у вас скажем симметрия кубическая вот сидит ваш парамагнитный тёмца спинного я скажу в кубическом окружении но в кубическом окружении все оси xy эквивалент что означает что все вот эти вот же x и выбрать и выбрать будет одинаковым совершенно то есть если кубическая симметрия поставить это кубическое ну или актоэндрическая тетраэндрическая все высокие сметрии их иногда менять едином слову кубическое сметрии для кубических повторяется опта и тетра же тензор очень просто любили это просто же одна константа модель и и вообще просто так ну понятно что в этом случае как вы поле не будете менять относительно бросает рот образец относительно поле вот это расщепление за вас вообще никак меняется нибудь никакой угловой зависимости спектре не будет очевидно ну если у вас скажем себе аксиальная так то есть 1 выделено но обычно ее посещает это третье воздать же вот у вас это компонент одинаково сиксирует вас 1 выделяется в этом случае обычно же тензор так представляет аксиальная симметрия какая вся же симметрия на практике так гексагональны тетрагональны тригональны то есть это выделенные от 6 порядка 4 порядка или 3 это аксиальный сметрий так за вот так выглядеть вот эту компоненту вдоль выделенную направлении обозначает же параллельно я слышу в этом случае вас вообще говоря уже зависимость расщепления и защит частоты от ориентации поле относительно выделенная сеть уже будет ну а если у вас скажем себе аромбически здесь пищевого коробка когда у вас все оси не эквивалентно и тогда был вид тензор будет таким при этом еще интересно что главный оси будут совпадать со самой симметрией спичевого коробка 3 8 ну а если у вас сметрия будет ниже чем родитель но возьмите спичевого коробочку коробка и сожмите ее там у вас сметрия будет понизиться то есть тогда главный оси оттензор всегда можно представить так да но ориентации главных осей в случае низкой сметрии может быть никак но тем не менее кстати даст возможность их найти посмотрим как вообще считается вот это вот расщепление взаимодействие ну что для этого надо ну надо матрицу оператора что ставить ну и другатно выраженный уровень мы знаем что если найти собственные числа этой матрицы вот и будут как раз как бы поправки к энергии поправки к энергии матрицу составляем и так вот у меня сам оператор да я пишу как матрицу два состояния к спине 1 2 я их обозначаю так ну просто пишу ну давайте так плюс-минус 1 2 вот так я их запишу пошли у меня занят уже момент назначен то есть он будет матрица 2 на 2 но кстати вот это вместо мы не удавайте запишу меня не занят то есть вот так буду назначать не у вас будет такая не у аж с ну штрих вот эти 2 на 2 в адресе на самом деле известно дело в том что здесь видите у вас с йод будет что с x с y с но ты матрицы паури все известны поэтому на самом-то деле эту матрицу можно сразу записать как она будет выглядеть я главного использую плавных асяк пишу и так матрица вот так выглядеть я ее прямо запишу в явном виде и так вот так побольше пока сколько показать не будет сейчас вот здесь матричный элемент верхней плюс 1 2 плюс 1 2 но я напомню что эти матрицы выглядит так с 1 2 1 2 а здесь как раз у меня будет он бора вытащен за читать аж здесь нет то есть безразмерки это 0 0 1 1 1 с 2 то есть и с игрек матрица это матрицы тоже самое 1 2 0 и минус и 0 и матрицы с 3 с 1 2 1 1 минус 1 0 ну все-таки давайте распишем и так вот элемент пишу но он видите сработает только для матрицы с 3 с 3 еще здесь с но я работаю в главных осях главных осях и значит здесь на жизнь и так минус магнитон бора вытащу за скобочку это минус магнитон бора ну а дальше пошла матрица вот здесь же zz пишу то одна вторая одна вторая кстати 1 2 тоже можно было вытащить туда во всех матрицах элементов 1 2 будет давайте тоже сделаем так а то мне придется ее очень много раз писать минус 1 2 монетон бора вы видите когда вы решаете задачку такая типичная ситуация вот что-то начали черт возьми может как-то легче проще что-то там объединить сократить вынести и так далее для вытянут такого называется в онлайн режиме работы и так значит здесь надо будет вот что же zz на hz ну кстати сразу же можно тогда записать вот этот элемент видите с минус единичкой он тоже будет только от zz компоненты работать здесь будет минус gzz на hz а вот здесь будут элементы а там начнут работать и s1 и s2 вот эти вот вот давайте теперь их распишем с с 3 матрицы практически мы разобрались вот эти два элемента но они кстати связаны сразу можно сказать комплексным сопряжением матрица в целом армитова так что я вверх не запишу и все и так пишем вверх же xx hx это я с 1 пишу плюс и же yy h y ну и здесь тогда надо корни сопряженность записать элемент вот из-за вот он с минусом пойдет жили будет gxx hx минус и же yy h y все вот вся матрица ищем собственные числа этой матрицы они будут давать нам как раз вот поправки к энергии то есть вот это и эту поправки вот его приближение за нул я и возьму как ищем и так и так и так здесь пишу минус лям до минус лям до минус лям до здесь будет минус лям до минус лям до минус лям до минус лям до здесь тоже минус лям до минус я выдачу за скобку здесь плюсик там минусе а плюс б на минус теперь минус вот это произведение аналогичная ситуация потому что здесь тоже плюс минус есть и так будет минус перемножаем gxx квадрате а вот так даже может hx квадрате плюс ну и за мим дни мы единички здесь не минус а плюс будет gxx квадрате ну понятно здесь вот лям до квадрат я с плюсом оставлю слева всю перенесу на право здесь как раз все будут очень хорошие выражения и так я сразу напишу лям до равняется плюс-минус мне надо учесть вот этот еще минус 1 2 момента сбора я их не учел как бы да ну сейчас запишу так там все в квадратах идет так потом я должен квадратный корень извлечь ну как раз у меня 1 2 магнитон бор так и останется до 1 2 магнитон бора а дальше пойдет корень квадратный вот из такой комбинации gxx hx квадрате плюс gyy hy квадрате и плюс gzz hz квадрате одна из знаменитых формул в степени 1 2 одна из знаменитых формул в степени 1 2 одна из знаменитых формул в теории bm дальше обычно что делают ну если у вас все привязано к главным осям вместо hx hy hz можно что написать модуль поля да ну и соответственно здесь синус тета косинус фи синус тета синус фи ну а здесь значит косинус тета так чтобы явно видеть фигурировали углы ориентации магнитного поля относительно главных осей ну и тогда вы получите выражение для угловой зависимости спектра вашего чистота как она определяется это же меня поправки энергии ну собственно плюс минус вам даст что один уровень 2 это скажем с плюсом это с минусом как раз решение да ну а чистота она удвоенной поправки соответствует удвоен может расщепление удвоенной поправки то есть сама чистота в два раза больше уберите здесь плюс минус и поэтому что написать выражение для чистоты ну насчет размерности давайте посмотрим посмотрите поле вот здесь вот корень коваратной извлечете как раз первых будет иметь коль подсеркозь поле разгару спорта уже безразмерно разгарность поле энергия мы смотрим сюда энергии нет размерность мы видим магнитон бора на поле тоже все что на без размера то есть размерность Энергия это магнитон пора на поле. Без магнитона была. Мы читаем лямбда по диаминалу. Берем определение, правильно мы выражаем лямбда. Коэффициент сокращается. Нормально. Чтобы у нас плавался, да, коэффициент. Так. То есть вы хотите сказать, что я считаю, что собственно значение этой матрицы без коэффициента. Посчитайте собственные числа этой матрицы без коэффициента. Правильно там все написано, да? Но потом, чтобы вспомнить, что у вас все матричные элементы, коэффициент общей садят, надо собственное число полученное без отчета этого множитое от коэффициента. Правильно? Нет, может быть я голову морочу. Единственное, я могу так сказать, что размерность правильно здесь записана. Магнитон Борон-Наш. Это размерность энергии, как я запомнил. Магнитон Борон-Наполис. И поэтому я сейчас напишу выражение уже для чистоты. Ну, очень часто, видите, как чистоту КПР, то есть вот чистоту соответствующей энергии этого перехода, ее, ну, в герцог каких-то изображают, да? В герцоге или там, ну, чаще всего, в мегагерц или гигагерц. Чаще всего, в гигагерцог ходит. Ну, чистоту как надо получить? Вот здесь у меня поправки к энергии, да? Ну, а чтобы перейти к чистоте, нужно на H поделить. Вот тут нужно быть очень осторожным. У нас есть две чистоты, омега и ню. Они на два ты отличаются. Поэтому, я вот почему говорю, потому что в литературе, вот так, читаешь, работает вот с сегодняшнего дня. И там иногда, ну, что работы считать? Я очень много работаю со всякими этими резонансчиками. Чего тут, ну, правда, там, экспериментаторы. Ой, наверное, ну, а там. Вот. И вот недавно как раз, ну, вот она уже вышла, у нас статья в Израиле, довольно большая, с МРщиками из Москвы и из Аугсбурга, из Германии. И вот там рефери пишет, ну, и с Физрелой рефери пишет, что вот здесь вы на одном рисунке используете расчеты с частотой омега, на другом рисунке с частотой ню, а они на два пи отличаются. То есть это означает, а что, не заметили. Почему, это не я, а экспериментаторы. Может, я бы тоже так бы не заметил. Ну, то есть просто начинаем пересчитывать и рисунки менять подписи. И там, значит, такие вот значения. То есть вот такие вещи часто бывают. Об этом нужно помнить, есть омега и ню. Если вы хотите ню перевести в обычные, да, тогда здесь нужно делить на а не перечеркнутое. А если в омеге, то есть круговые частоты, надо это на аж перечеркнутое делить. Разница будет в 2 пи. Вот. Ну и давайте я ню буду писать, да. Тогда ню резонансная, ню резонансная. Вот так определяется. Единица на аж. Вот здесь двойку я убираю. Два раза значит, да. Магнетон-бор на аж. Магнетон-бор на аж. Не перечеркнутое только, так? Ну а дальше вот этот корень. Я его запишу попроще. Знаете как? Вот эти вот GXX, YG, ZZ обозначу просто. G1, G2, G3. Ну так часто обозначают. Кстати, вот эти обозначения, ну на всякий случай тоже часто в литературе с этим сталкиваются. Вот если у вас тензор, где компоненты обозначаются через там XXX, YY, Y, ZZ и так далее. Запомните, пара XXX обозначается единичка, YY двойка, ZZ тройка, ну с этим я думаю вы знакомы. А как вот обозначаются XY, YZ компоненты, XZ. Ну раз, два, три мы уже заняли. Что идет дальше? Четыре, пять, шесть. Но в каком порядке? Какой-то же порядок надо выбрать среди трех вариантов. Варианты очень простой. Раз, два, три. Раз соответствовала XU. Раз, два, три. Четыре тоже XU. Ассутцию XA еще и говоря. YZ компонента будет, четверки соответствуют обозначаться. Дальше, пять, это Игна, нет, а Y нет, где XZ компонент или из-за X ферума. Ну и шестая компонента, там где нет Z, X, Y компонент. То есть вот эти вот обозначения, они были введены в физику в Фойк-тон. Фойк или, ну иногда, немецкий, не знаю, называют Фойкт. Вот, это правильно, на самом деле, Фойкт называют. Довольно давно введены и широко используются обозначения танзоров второго, четвертого ранга. В частности, где там четверка этих вот компонентов идет, там типа X, X, Y, Z и так далее. Поэтому я так и сделаю. G1, H1 в квадрате, плюс G2, H2 в квадрате, то есть это вот Y-ковые склады, да, и плюс G3, H3 в квадрате. В степени 1-2. Вот частота резонанса. И обратите внимание, что здесь явная зависимость от ориентации поля относительно главных осей. И что это означает? Это означает, что анализируя эту главную зависимость, на самом деле, вы можете найти главные оси и главное значение G1, G2, G3. Вот это очень важно. А что это означает? Это означает, что на самом деле вы даже симметрии можете восстановить. Ведь видите, соотношение между G1, G2 и G3, оно разное, да разной симметрии. Вот. Если у вас еще нет никакой зависимости от частоте F от ориентации, значит, у вас кубический центр сидит. Если эта зависимость такая, что вот эти вот G1 и G2 одинаковые, это легко проверить. Вы берете в плоскости X, и вы крутите так, если там зависимость, это означает, что G1 и G2 одинаковые. Все, значит, у вас аксиальная симметрия. То есть, вы убиваете очень много зайца. Находите компоненты G1, G2, G3, компоненты G3. Вот. И находите симметрию центр пармагентного йода. Ну, кстати, если это симметрия меняется по 10 температуры, по 10, какие там давления, еще чего-то. Значит, вы можете исследовать фасовый переход, например, да, структурный фасовый переход с помощью ПР. Это именно тут методика тогда очень мощный и очень популярный, очень распространенный широко. На что еще надо обратить внимание? Ну, ясно, что для спины G-фактор, мы, собственно, об этом уже говорили, двойка. Двойка, а я видите, здесь беру G-тензор, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дело в том, что на практике G-фактор или G-тензор от двойки отличается. Как правило, немного, немного. То есть, вот это отклонение от двойки, и это позволяет записать, вот, G-тензор, таким образом, смотрите, G и Й. Обычно так пишут, равняется 2 дельта Й, это вот чисто спинновое значение, двойка, G-с, то, что мы на лейтинг обозначали. И плюс дельта Ж-й, дельта Ж-й, то есть, это вот, как бы, анизотропная часть этого тенза, анизотропия же тенза. Так вот, это анизотропия, то есть, дельта Ж, G, а значит, к двойке, это величина порядка 0,0, ну, я вот так, давай, напишу, 0,0,1, 0,1. Вот типичное значение для, скажем, документов группы железа. Это, ну, так, проценты, проценты всего лишь. Но, тем не менее, величины, которые позволяют все, то, о чем я здесь говорил, вообще реальность, вот, используют на практике. Ну, мощная вообще методика. Давайте, перейдем. И пойдем к справочке, я. Значит, мы, например, следующий, спин единицу возьмем. Посмотрим, какие особенности будут связаны с большей величиной спина. Итак, спин единица. А дело в общем, дело в том, что при квантовом спине 1,2, вся алгебра связана со спином 1,2, это алгебра матриц Паули. Алгебра матриц Паули. У матриц Паули очень простые свойства есть. Например, смотрите, SZ в квадрате, оператор, SZ в квадрате, матрица спин 1,2, матрица Паули в квадрате. А чему равна? Ну, любая матрица Паули Сигма, 1,2,3 в квадрате, единичная матрица. Ну, а если она в два раза меньше, значит, это 1,4 просто на единичную матрицу. То есть, просто константа, грубо говоря. Поэтому никаких эффектов, типа, вот, квадратичных по спину, там, я уже говорю, в более высокей степени. В случае спины 1,2 не будет. А в случае спины 1,2, ну, там, от 3, 2, 2 и так далее, ради бога. При спине 1,2, если дальше так все продолжать. При спине 1,2 скажем, квадратичные по SX, SY, Z эффекты начнут работать. Они будут нетривиальными. Если спин, да, но, скажем, кубичные, 4 степени, то есть 3, 4 степени эффекта, резонуляция это будет связано с некой алгеброй соответствующими спины в матрице потому что ну можно судать по-другому при спине единицы вы можете скажем прессу спины максимум изменить только на двойку при спине три вторых на тройку при спине двойка на четверку вот с этим связано то что при спине поэтому при спине 1 2 только линии при спине единицы квадратичные могут появиться еще при спине три вторых третьей степени там и так далее и так далее вот при спине единицы появляются квадратичные самый простой гамик для спины единицы нетривиальный новый отличающийся чем-то вот случая спина одна вторая это гаминтоньян который термином ЭПРных то есть таком на языке ЭПРщиков написывается следующим образом HS равняется единицам ДСЗ в квадрате минус ну а дальше тот же самый гаминтоньян Зеймановский минус магнитон Бора дальше H G это спин вот что нового нетривиально может появиться ну и здесь кстати в случае сбитой единицы то есть квадратичный фаспельный эффект появляется здесь можно слагаемый типа SX в квадрате там SX в квадрате я самый простой записал ясно что это слагаемое как бы отражает некую аксиальную симметрию то есть ось выделения оси Z скажи если у вас симметрия была бы скажем аромбическая то можно было бы добавить сюда слагаем еще DZ в квадрате плюс ESX в квадрате минус Y в квадрате ну и так далее ЭПРщики вот с этим слагаемым связывают эффекты так называемого нулевого расщепления вот что назначение дело в том что в случае спина 1 2 у вас только в магнитном поле появляется расщепление уровня 1 2 только в магнитном поле на 2 взаимодействие на 2 взаимодействие компонента а в случае спины 1 даже без споря у вас уже возможно расщепление давайте посмотрим как это выглядит вот у вас был уровень спины 1 когда у вас не было вообще спин гамильтаниана ни первого ни второго сайта 0 а потом включаем по очереди включим вначале это слагаем потом это DZ в квадрате ну мы с вами на самом деле задачка решали а собственные числа вот такого оператора DZ в квадрате при спине 1 2 3 собственные числа 0 и плюс-минус D ну вернее я не правильно сказал 0 и D не плюс-минус а там 2 2 собственных числа совпадают D равные значит это выглядит так в зависимости от знака D у вас либо дублин вниз пойдет если D отрицательный либо 7 лет ну скажем я возьму случай когда у вас D положительно когда у вас вверх идет дублин это так Z равняется единице а вниз точнее говоря не смещается вообще синглент Z равно нулю вот без поля совершенно но если вы включите поле и так вот здесь D отлично от нуля пишу вначале опять поле включаю что у меня происходит вот этот синглент на поле не откликается вообще в первом приближении теории звучит он никак не откликается а вот этот дублет а здесь я неправильно в самом деле единичка плюс-минус единичка здесь же два значения этот дублет расщепляется в поле и так поле включил то есть обычный эффект Z мы наблюдаем здесь вот как будет выглядеть картинка в поле значит вот здесь H включено причем H я включу по оси Z ориентированным и поле здесь растет у меня картинка вот такая вот как будет выглядеть ситуация в поле ориентированном по оси Z это означает что в отсутствии поля у вас уже есть расщепление и будет RPR сигнал на этой частоте причем это частота чего равна ну в энергиях это D просто ну D делить на аж частота будет вот с этим эффектом с этой частотой связано нулевое расщепление ну а включение поля вообще будет чему приводить потому что ваша линия B будет расщепляться и вот как как бы картинка прям из спектра выглядит смотрите до включения поля вы будете видеть всего только один один переход вот этот переход на частоте в энергиях равны D вот здесь я буду откладывать H то есть энергию перехода тогда на частоте D я увижу без поля вот сигнал просто один интенсивный будет откладывать поглощение увижу сигнал один а теперь включая поле что мне произойдет а вот видите что произойдет у вас этот один сигнал расщепиться на два сигнала на два сигнала у вас произойдет расщепление причем они будут симметрично расположены относительно старого сигнала симметрично в ту и другую сторону то есть фактически у вас произойдет расщепление как это будет выглядеть поскольку сколько интегральная интенсивность перехода у вас будет сохраняться означает что две новых линии по интегральной интенсивности будут в два раза слабее как будет вот этой линии вот здесь электричество то есть вот у вас с учетом поля появится такое расщепление что не исчезнет конечно нет если у вас сложно ее на пузырь чтобы тогда изобразить поле включила она не исчезла конечно ну причем это же будет видно вот вы только начали включать поле вначале она этой линии чтобы она немножко вначале уши лица так потому что эффекта расщепления вначале вы не увидите но потом раз она раздвоится расщепиться ну и с ростом поле то расщепление будет увеличиваться по величине этого расщепления вы можете найти уже опять же тот же самый фактор то есть тут немножко ситуация посложнее но не намного причем некая особенностью здесь будет конечно некое критическое поле то есть как только вот эту точку перейдете ведь у вас на самом деле основное состояние поменяется даже в этой точке одна частота у вас пропадет что любит равна вот это меньшее чистота будет 0 обращаться а потом она снова появится у ней произойдет обращение начального конечного состояния виде вначале начальное было состоять в проекте 0 конечно проекции скажи минус 1 вот а потом в этом начальный минус 1 этот проекция минус 1 здесь плюс 1 то есть вот эта вот линия с ростом поля она все будет чисто меньше и меньше обратно нулю будет она снова она появится и снова будет расти будет расти вот такая ситуация с г.п. ну вот я на этом с этими на этих двух задачках я и закончу на самом деле г.п. они конечно смотрят там самые разные ситуации разные сиденья и разные спины ну и так далее и так далее роль там температурных эффектов роль скажем р.п. в расчетах воспринимчивости всякой и так далее то есть максимальную информацию то есть лечи с фр она достаточно большая вот они не используют я уж не на том что если у вас еще помимо спина до атоме регионе еще и тройки ядер тоже магнитный номер может быть так туда нужно добавить еще капитанин взаимодействие ядра с магнитным полем так и в результате у вас как усложнится то есть вот на фоне этого у вас еще появится то что называет ток сверхтонкой структуры спектр я не просто стс сверхтонкой структуры то есть эти явления будут иметь такую тонкую структуру я опять скажу слово сверхтонкую структуру потому что видите вот слова тонкая структура и сверхтонкая структура не заняты поэтому иногда хочется использовать термин тонкие структуры значит это такая вот такая но маленький решить влияние на но рисковать нельзя потому что тонкая структура слова заняты а из прочего эффекта ретийский хотя очень часто вот эффекты связаны с тензором дельта же дельта же тоже связан с эффектами релятивизма на самом деле если быть точным то отклонение же фактора двойки на самом деле тоже ретийский эффект тоже ретийский эффект он связан на самом деле с учетом спинами там очень часто вот эту структуру спектр и тоже называют тонкой структурой тонкой структуры идем дальше я моя или я к начнем с гамильтонианов типичных для его и ядерного магнитного резонанса проще начать конечно с ядерного магнитного резонанса я на магнитный момент великое количество движения рабочий называют спин ядра независимо от того независимо от природы формирования этого момента обычно это спин ядра спин может быть 0 то есть в этом случае другой не магнитным может быть там одна вторая тоже единица три вторых двойка 5 и так далее известные ясно что если ядро лд магнитным моментом то спин гамильтониан будет выглядеть точно так же как и в случае вот только обычно я запишу обычно гамильтониан называют гамильтониан сверхтонки взаимодействий и сокращение если вы русской русской сочетания ств сверхтонки взаимодействия если английское сокращение пишут обычно так как falin сверхтонки как как файл нет файл это вот такое сокращение и чем по английски означает сверхтонки взаимодействия речь идет сверху взаимодействию так вот как выглядит ну точно так же только здесь вместо нюн уже поставить магнитный момент ядра то есть минус мил и победа момент ядра на поле вот но же фактор ядра или же тензор ядра он в отличие от же тензора для электронной системы он практически без исключения я не знаю исключение изотропным является поэтому магнитный момент ядра гирма нет и отношения гамма и на спин чем гирма и даже число будет просто число ну я за что вы можете использовать также как случае электронного спина безразмерное гирма магнитное отношение это будет же же фактор то есть можно так записать вытащить магнитон бора только надо ядерный магнитон сбор ядерный магнитон бор если у вас буква мю уже занята вот ну вот милан видите у меня уже заняты обозначает обычно бета н бор ядерный ядерный магнитон бора дальше же бета н это же фактор ядерный ну а дальше спин магнитон бора ядерный бета н это е аж на 2 2 массы протона цей ну мы писали на лекциях это ядерный ядерный магнитон бора в электронный магнитон не бора то с которой вот я там магнитон бора писал здесь вас электроны ходит а здесь масса протона но они отличаются 2000 раз поэтому ядерный магнитон бора внутри порядка 2000 раз меньше чем электроны что и обуславливает малость магнитных моментов ядер в отличие от магнитных моментов электрон ну и соответственно все взаимодействие расщепления магнитном поле ядер на три порядка меньше чем электроны все эти слабее но соответственно частоты попадают дипозон три порядка меньше то есть если вы были гигагерцовые частоты гигагерцы то в мере мегагерцы я каждый раз до сих пор когда вижу на приемнике какие-то мегагерцы написаны так вот килогерцы и гигагерцы и каждый раз тут где мы тоже там мегагерцы это что же получается получается как год я вроде приемники чтобы за нас тоже или передачи работают в мегагерцов не позволит переводы может инфицировать тоже как-то необычно очень с другой стороны это действительно так если у вас чисто электромагнитного поля ну равна скажем там 100 мегагерц так вот то значит вы можете там создать приемник половить его там чистоту или суши там за какая модуляция амплитудная частотная он слушает музыку или еще что-то вот это даже чистоте вы можете еще и задаться ядерно смотреть тогда там роль этого приемника играет радиоспектрометры и ядерный спектрометры я в чем-то вот как выглядит этот габинтонент ясно что поле поле который действует на игру это поле может быть а внешний поле внешний поле ну внешний поле как обозначает обычный литературе используют сокращение для внешнего поля ашнекционал вот так решает если вы вот это видите на внешнем поле ну на самом деле поле на ядре может быть еще и внутренним поле ну например свечи идет о магнитике как он туда там скажем электроны электронная баллотность атоме идет электроны у него будет обладать скажем магнитным моментом но магнитом метку индуцирует поле на ядре чем это поле может быть очень большим он может существенно превышать наши возможные все достижимые магнитные поля лабораторий лабораторий достижимы это поле обычно называют локальным полем локальные поле ну и в русской и в английской литературе сокращают аж либо так вот пишут локальные обозначение ведь сейчас наши журналы требуют хотя как я понимаю пока не все выполняют это требуешь чтобы все сокращения возникают вы владельцы это сам не правильно потому что вы представьте себе вы на русском статью публиковались журнале ну более или менее приличные журналы переводится на английский я уже вам говорил да вы за то есть наши скажем журнал основные физические журнал экспериментальной теоретической физики шеф он переводится на английском там успех физических но переводится на английском физика техника полупроводников химический давляд журнал переводится даже биологический зачем их переводить потому что никакой сильно ошибка такой мысли наши биологи к сожалению я что малочисленная армия наших биологов это раз а во вторых она очень слабая к сожалению я немножко к этому имею дело ну вот знаете на поражаешься просто я многие годы был членом ученого совета в институте физиологии и иммунологии физиологии и иммунологии физиологии там директором института является между прочим это это руководитель думского комитета по образованию науки урганим академии черте что вот он там директор института и вот я на ученых советах вот его там слушаю так далее вот но там на самом деле иногда не хочется смеяться и плакать потому что ну настолько вот и биомедицинское сообщество от нас отличается казалось бы это как бы нет из написанного физически так это может быть да но реально на самом деле у него из основания потому что с английским жуткие проблемы с литературой западная не читаю вашу означает у вас биологические журнала в мире это не стоит сотни тысяч тысяч у нас несколько не всегда в россии можете представить получение про медиков так ну а там ученым совете было еще несколько медиков ну так профессор хорошие люди будут иногда книг там как-то так вот можно у вас там кровь сдачи ну не смысла сдачи да вот а ну проверить на что не себе подвяжем никто не проверялся ну мать и конечно удовольствием а вот уровень опять же как-то сказать вот такой рейтинг назовем да ну никакой то есть вот иногда обидно за за как говорится нашу группу вот ну вот что делать такая ситуация и я бы сказал так что надо в нашу биологию бросать огромные деньги туда как каким-то образом вот зазывать буквально хорошими деньгами туда зазывать физиков математика ну пришли физика просто зазывать упали потому что есть я думаю вы в школе же все учились уже знаете что есть там у вас подружки там ребята знакомы девушки которые выберут и пошли из каких соображений я не знаю может ли с точки собирать им понравилось кому-то это нравится там очень вот собачку погладить заодно посмотреть и подумать что если с него снять шкуру вот то есть есть но поступок там климат немножко другое чем физических сообществах результате уровень вот даже если хорош куда приходят люди так но не имею такого сообщества высоким уровнем соответствующим профессионального интеллекта после на мой взгляд просто обидно все это смотреть жалко на кашу хороший вид на мой взгляд просто пропадает хотя конечно у нас есть ряд биологических центров где более-менее теплица такая вот участие теоретической скажем такая наука кроме того у нас успехом по годам на западе то есть вот ребята которые в общем ты видишь что-то и не интересно все туда куда образование в моменте по академическим на металле получили ну и дует куда назад там уже находится без приложения тоже там деньги биологии и гигантский массаж хорошо то что касается магнитного резонанса и в этом смысле магнитный ядерный магнитный резонанс ничем а т.п. не отличается все разные только в том что в роли спина и недра работает и все никакой разницы и повторяй единственная может еще разница связанная с тем что локальное поле может на ядре быть электронные подсистемы индуцировать но с другой стороны на электронные спины может тоже поле локальные но и учащихся внутренним поле почему потому что слово локальные поле занято для ядер ядра цит они же имеют очень маленький размер по сравнению с поток с атомными оболочками поле подходящим является а вот поля действующие на электронной спины поля со стороны соседей то есть внутренние поля магнитики скажем их нужно то что частоты ядера магнитного резонанса обычно три порядка меньше чем частоты второе тоже вторая тоже разница видите независимо от спина магнитное взаимодействие имеет чисто взаимодействий характер некий слагаемых и потом d z в квадрате то есть нет правда есть еще одно взаимодействие которые были говорили квадрупольное взаимодействие а у с квадрупольным взаимодействием хитрее она как раз соответствует в спинах вот тем самым слагаем типа d z в квадрате там есть x квадрате минус и квадрате тогда иногда эти слагаемые для спина связывают с электрическими полями на спине это правильный самом деле потому что природа этих слагаемых она действительно связано с внутри кристаллическими полями которые через спин орбиту действует на спины для ядер на самом деле ситуация немножко иная ситуация с происхождением соответствующих вот эффектов типа там d z квадрата когда эти слагаемые обычно появляются как результат учета взаимодействий с квадрупольным моментом ядра внешнего поля с квадрупольным моментом ядра то есть тоже на самом-то деле это эффект электрического поля или говорят электрическим квадрупольным взаимодействием в том что ядро кроме заряда другого и подруга любит других мультипольных моментов не имеет ну по крайней мере вот экспериментально не обнаружили никаких других мультипольных моментов у ядер кроме заряда известного нам да и квадрупольным ну вы знаете ядро там в форме дыни вот дыни ледисковая форма а диск это там дыня а диск это если это дыня а диск это то среди мощей патиссон дыни два варианта патиссон и дыни два крайних пример между ними между ними арбуз ну круглый совсем большая дыня тут патиссон у арбуза подругой момента нет до круглого полу как шахт два типа таких вот как искажение электронной плотности два типа не стропили не просто не трон ядерный квадрупольный гамильтониан или гамильтониан ядерных квадрупольных взаимодействий причем ядерных квадрупольных взаимодействий сокращение русская явка в итак стандартная форма гамильтониана ядерных квадрупольных взаимодействий в старой литературе вот я уже выложил сейчас дурал требует чтобы все были в латинице и так далее а в старой литературе так вы можете вот такие сокращения ядерных квадрупольных взаимодействий ядерных квадрупольных взаимодействий n qi interaction обычно но это реже используется такое сокращение а вот это конечно то что касается ядерных квадрупольных взаимодействий самое популярное n qa итак я так и напишу здесь n qa то есть гамильтониан для ядерного квадрупольного резонанса вот его стандартная запись смотрите как выйдет у в садзе удивительно и видите эта форма на самом-то деле принято литературе принято ну то есть кто-то когда-то не знаю кто первый был здесь интересовался кто-то предложил именно такую форму сейчас все исследуют ей так дальше значит сколько открывается 3 и z квадрате минус и квадрате первое слагаемое дальше плюс это и x квадрате минус и y квадрате минус и y квадрате здесь и это я по-немецки перешел это спин ядра и спин ядра вот видите слагаемые первое слагаемые из экземпляры то самое что в спине было d z квадрата да спина ну а вот это слагаемые оно с x квадрате минус и x квадрате связано но как бы появляется в случае так называемого ромбической симметрии поле действующему данном случае на ядро первое слагаемые в этой скобке связано с аксиальной составляющей электрического поля действующего на ядро сексиальной составляющей а второе с аромбической составляющей поля вот по сути востоку увидите как в другой момент он на что реагирует вот непольный момент реагирует на однородное электрическое поле а в другой момент на неоднородное поле с отличным от 0 градиентом электрического поля так вот здесь этот градиент как раз и представлюсь в снг здесь это cc компонента тензора градиента электрического поля тензор г возвращается сокращение как в русской литературе очень популярный было сейчас отказывается пользу английского я как фил градиент эфжи электрофилд градиент градиент элитрического поля градиент элитрического поля это zz компонента градиента электрического поля но здесь и и внуле смотрите так на игре гадьеты это за ее вот его обозначают в виде обозначение тоже не очень может быть удача почему это буквы в она везде до его возмущением потенциальной энергии так далее ну что делать в неё у этого тензора шпур равен нулю в этом на самом-то деле в главных осям главных осям компонент этого тензора характеризуется всего двумя константами так вот они здесь две и смотрите в з з диагональны и в з з на это вот она отвечает как бы за разницу xx и y компонент параметр это носит название параметра анисотропии параметра анисотропии гепа дальше q по-немецки проще это подруга методра это константы которая таблицах ядерных величин входит вы можете найти в таблице ядерных величин обычно измеряется в барнах в бару один банк я в том что подругольный момент эту размера заряд на длину подругой заряд на длину в квадрате 1 подальше так вот умереться в барнах парня того что какой-то заряд на ангстем в квадрате то есть вам это еда 10 минус 24 метра здесь минус 16 сантиметров ну а в квадрате это 10 минус 12 сантиметров сантиметров ну а в квадрате это 10 минус 4 стрема а в квадрате то есть величина 10 минус 24 сантиметра квадратных это типичный масштаб площадей площади сечения но если умножить на заряд вот это даст бару один бар и он пара и вот в этих единицах кудру поле медведя величины может быть единичка примерно порядке единички десятый сотый может быть и так вот с этим гамильтоняна прикурсия решает задачки если у вас у ядра есть и квадрубольный момент так и момент магнитный но если есть магнитный момент и если он больше единицы или равен единицы до кудрубольный всегда будет пудрубольного момента я нет только при моменте 0 и 1 2 но обратите внимание что если у вас спины 1 2 вся вот эта часть превращается в константу просто просто констант это зачастую никаких пудрубольных моментов для ядер со спины в 1 2 нет ну а при наличии море а вот как только я за или спины и больше или равно единицы о ну и еще и взаимодействие поэтому на самом-то деле когда мы говорим мр очень часто мы имеем дело не только с магнитными полями действующими на электрическими то есть футболе без взаимодействия ну наоборот когда грибе кэр ситуация может быть аналогичен кроме электрического поля то есть собственное подополе взаимодействие в чем разница ну ясно что если у вас магнитное поле больше величине эффекты дают да скажем больше вкладка вносит частоты резонанса мы говорим ядерный момент а если подрубольные взаимодействия дают больший вклад в частоты резонанса мы говорим ядерный квадрупольный резонанс иногда говорят ядерный квадрупольный резонанс в магнитном поле ядерный магнитный резонанс в электрическом поле все на сегодня